давайте попробуем еще раз как вы меня слышите поставьте пожалуйста от 1 до 10 есть отлично будем считать что это временное явление баланс отлично спасибо друзья вижу здесь все скажем так ветераны наших технических вебинаров и новички я надеюсь присутствует сегодня мы как раз посмотрим у нас был небольшой перерыв с техническим вебинарами теперь надо восполнять эту ситуацию с украины жидомир привет мария всем привет кто здесь сегодня у нас и владимир москва и архангельск геннадий и многие другие города которые видел но друзья мои я просто поражен потому что чат обсуждал в течение часа по моему про можно все его получения это действительно важно но это говорит о том что это действительно очень ценно получить один процент после посещения вебинара потому что это играет очень существенно роль потому что один процент если даже покупать акции на 10 долларов туда это 576 акций так вот друзья я проверил промокод и в конце я вам дам и вы сможете его использовать я проверил все работает вот с тем который сегодня все работает и не забывайте тут уже была информация что он для первых ста человек так что давайте приступим севильи прицель приветствует и на бой нас ночи так александр у нас из нотари то вчера как-то часто бывало промокод не сработал так понятно неспособность так александр ну какие проблемы с промокодом подумаешь один процент это же не серьезно так на вашем месте я бы уже давно разогнал эту банду троекурова во главе с курсом но александр это очень очень серьезное заявление здесь а это например такое что люди когда копируют слегка захватывают пробел и потом так сказать не могут поставить а может быть другой вариант потому что воскресенье был еще один вебинар и просто мог использовать этот промокод сто человек потому что у нас заключительные дни 30 и 31 и поэтому естественно у нас ограниченное количество промокодов и поэтому здесь не игорь курсон не как вы тут написали банда троекурова честно говоря не знаю что это за выражение но но надеюсь вы мне потом объясните это у нас надежда италия солерна отлично отлично из вологды анна у нас питера константин прекрасно ну что ж друзья не будем тянуть кота за хвост у нас сегодня транснет время технологии skyway и естественно да евгений сегодня тоже будет на 100 человек да конечно иван это точно совершенно копейка рубль бережет сто процентов мы это уже проверили на всем своем опыте и так транснет время технологии собственно наша задача сегодня понять почему это будет ездить это первое второе почему это будет настолько экономичный насколько заявляет и изобретатель и главный конструктор анатолий ударщиницкий и третье почему это нам так может быть интересно потому что с с вами пользователи неважно если рестора то наше одно из самых больших желаний понять а что в мире интересного и почему нам нужно будет пользоваться этим какие выгоды нам конкретно принесет непосредственно эта ситуация я имею ввиду использование нового вида транспорта на одном из семейных вебинаров по моему предыдущий 23 числа я как раз рассказывал о технологических укладах и дело в том что если мы понимаем что шестой технологический уклад собственно мы являемся одними из родоначальников этого технологического уклада именно в то его участие что мы инвестируем в новый вид который будет являться паровозом всего этого технологического уклада потому что основная проблема технологического уклада это конечно транспортная доступность то есть возможность быстро перемещать грузы по всей территории планеты и и более того перемещать их безопасно экономично и социально это очень важный фактор и потому что сейчас исходя из того что сейчас происходит в мире это будет крайне актуально следующее сто лет и наша как это будет работать на нас имеется ввиду как пользователей ну и конечно опять же на нас как на инвесторов то есть тех людей которые будут получать дивиденды сегодня тоже коснусь немножко этой темы но основной он сегодня технологический вебинар так вот меня зовут александр манко я являюсь акционером компании skyway инвес групп и собственно моя основная задача донести до тех людей которые пришли первый раз на этот вебинар полезность нового вида транспорта в чем она заключается и чем она отличается от предыдущих видов транспорта некоторые из которых были изобретены еще 150 лет назад давайте сейчас рассмотрим эти все варианты но прежде чем мы начнем прежде чем мы начнем прежде чем мы начнем давайте мы сейчас проведем вопрос и выясним кто у нас сегодня новенький я тут иногда отвлекаюсь на то что пишется в чате поэтому возникает некоторые паузы потому что нужно же понять в чем собственно сарказм был поэтому давайте мы сейчас отметим запускаем опрос и по традиции у нас нужно поставить точечку в кружочке который раз вы на техническом вебинаре это очень важно просто для статистики чтобы понимать насколько эти вебинары и так сказать результативны и и насколько они нужны тем которые приходят понятно что у нас большая часть людей которые приходят на вебинар это наши ветераны те кто уже прошел огонь воду и медные трубы и разумеется они приходят для того чтобы вы искать время кто сегодня первый раз поэтому наша задача я имею ввиду от тестировать количество людей которые приходят но те кто не может по колью причине проголосовать это бывает иногда из-за айпэдов или из-за гаджетов которые используются для просмотра то вы просто в чате напишите цифру 1 имя и город в котором вы находитесь чтобы мы знали от валерий на второй раз светлана у нас из саранска прибыла отлично так друзья мои вот кто не может проголосовать вопросники прошу напишите вот дарод дароцея дароцея это дарод даротея наверно так вот дина из нефтекамска стефан плана стефан светлана напишите просто какой город чтобы мы могли вас поприветствовать поприветствовать в вашем лице этот город вы живете виталий из беларуси дмитрий из тольятти у нас отлично очень хорошо елена слоним наталья первый раз казань отлично очень хорошо так ну традицию никто не нарушает у нас вот альбина у нас хады женск вот альбина напишите какое-то какая область хады женск где это находится мы заодно повторим урок географии нашей страны и женск привет из балтийска наталья бостон уже два раза бостон в лице наталья приветствуем всех кто приходит из соединенных штатов оксана из эстонии краснодар вера из вологды первый раз краснодарский край спасибо екатерина я понял татьяна из финляндии татьяна с вами вчера вы были на семейных встречах надеюсь что это время прошло для вас с пользой так ну что ж виктория первый раз отличная виктория только не забывайте писать город друзья мои георгий ереван отлично армения у нас тоже присутствует виктор желтые воды вот только желтые воды вот не знал никогда что есть такое название виктор лусана адыгея наталья бостон из англии а семён семёныч на я-то думал американский бостон но ничего страшно у нас и фаина искать из из бостона так виолета каунас астрахань и дмитрий первый раз ну что ж хорошо друзья мои давайте завершим нашу наш непосредственно вопрос и приступим собственно к делу время идет так сейчас я тоже тут отмечусь чтобы по взрослому поскольку я вместе с вами так убираем опрос и двигаемся дальше итак технология skyway в чем ее преимущество и в чем польза для каждого из нас прежде чем мы пойдем дальше нужно понять ранжирование тех видов транспорта которые у нас были естественно трим это ранжирование по эффективности и эта эффективность возникает по нескольким параметрам это скорость надежность способность перевозить различные грузы доступность и стоимость одного тонна километра так вот вы видите здесь желтый отметина единички в той категории которой данный вид транспорта наиболее успешен воздушный например в скорости трубопроводный в надежности автомобильной в доступности и водный отличился один имеется ввиду перевозка перевозить различные грузы и стоимость тонны километра это все здорово но проблема в том что эти виды транспорта уже не отвечают тем требованиям которые оставит время и если вы обратили внимание на нижнюю часть слайда то увидите здесь как развивался тот или иной вид транспорта от железнодорожной коляски тележки которые придумал отец и сын черепановы до высокоскоростного транспорта или самодвижущая тележка которая превратилась в автомобиль или тот же самолет братьев райд который превратился в современные илы аны боинги аэрбасы и суперджеты ну а нас больше всего интересует тот вид транспорта который дает нам перспективу получить такие же дивиденды как те люди которые 80 девятом году покупали акции например apple или microsoft или того же google а или yahoo или каких-то других айти компаний все это здорово и теперь у нас есть свой шанс получить неплохой результат в плане инвестиций и конечно же этому заложила основу анатолий дурачи низки который в свое время свое время 37 лет подряд и спеть разрабатывал этот вид транспорта в надежде что он будет реализован так сказать в полном объеме и вы видите в данном случае в нижней четверти нашего слайда как раз зил 131 который на испытательном стенде опробует первые 150 метров струнной дороги во что он превратится давайте посмотрим вместе и посмотрим насколько реально так вот анатолий дурач 47 лет бьется над тем чтобы предложить этот вид транспорта нашим чиновникам конечно же у них возникает некоторая проблема я имею до у чиновников потому что когда транспорт предлагается существенно ниже по цене чем то что сейчас существует то возникает проблема именно для чиновников как сделать так чтобы получить определенную часть за то что ты продвигаешь какой-то ноу-хау но насколько мне известно все чиновники достаточно консервативны потому что они привыкли оперировать теми понятиями и теми вещами которых они хорошо знают и каким образом с этим работать и всякое новое естественно кладется под стол что называется или в стол как раньше говорили и не даются ходы поэтому опыт показывает на самом деле что не все самое лучшее как правило приходит к нам запада мы можем сравнить это например с вертолетами сикорского с телевидением зворы кин зворы кин зворы кин а с интернетом от соответствующих ассоциации дарпа который в свое время это сделал для военных целей и так далее то есть по сути то что мы действительно сделали одним из первых это или человека в космос и запустили первый спутник вот это действительно тут ничего не отнять и не прибавить поэтому здесь у нас есть возможность тем более что антолий ударович является участником как раз федерации космонавтики и это важный аспект потому что основное почему он начал это разрабатывать это желание построить общепланетарную транспортную систему вот такую например оп например вот такую общепланетарная транспортная система которая даст возможность использовать самые грязоводства непосредственно на орбите возможность за один раз поднять до миллиона тонн грузов прямо на орбиту и это конечно решает многие вопросы именно с тем как проживать на людям он неспроста занялся этой идеей по одной простой причине что он родился в деревне крюки который находится в 30 километрах от чернобыльской аэс поэтому он не понаслышке знает что такое загрязненная планета и вот его движущим фактором и мотивации и конечно же желание такой транспорт но неспроста поэтому давайте мы сейчас разберем что собой представляет все элементы транспорта шестого технологического уклада и так первое что нам нужно рассмотреть это трасса то почему будет двигаться наши юни лед юнибус или юникар почему они так называются я еще сегодня скажу так вот трасса как обычно вы знаете она должна состоять особь трасса второго уровня который находится на 5 10 метров над землей она должна состоять из опор и эти опоры делятся на поддерживающие и анкерные опоры дальше здесь есть элемент под названием рельсы и с вами цельнометаллические рельсы которые используются в железнодорожном транспорте и как раз на одном из выступлений в роликах которые делают сейчас в конструкторском бюро на экотехнопарке как раз анатолий эдуардович если на две опоры положить такой рельс то он так сказать поломается под собственным весом и это действительно так потому что он пролет этого рельса 70 метров и соответственно весом он может поломаться наша задача вот смотря на этот график или лист 2 до понять из каких элементов он состоит естественно что многие из нас не являются техническими специалистами и практически для нас это не очень важно понять два основных элемента которые здесь работают ну я бы сказал не 2 3 1 это какие виды опор существуют анкерные и поддерживающие опоры авторе есть который не сына играет очень большую роль потому что в нем заложено ноу-хау это ноу-хау я сегодня расскажу давайте перейдем к этому рельсу рельс состоит как вы видите из пакета струн которые находятся внутри давайте я сейчас его под обозначу чтобы было четко понятно где он вот это пакет струн диаметром 5,2 миллиметра и этот пакет струн как раз решает вопрос с прочностью потому что здесь очень важный момент нужно запомнить что эта струна помогает натянуть между двумя анкерными опорами вот эти струны которые становятся сердцевиной нашего рельса струны дальше эти струны они моноличиваются специальным бетоном укладываются непосредственно с рельса и сверху приваривается головка рельса давайте посмотрим сейчас буквально одноминутный ролик который мне очень нравится и я не его смотреть как просто анатолий ударович объясняет как работает рельс струна одна минута но у вас будет полное представление почему этот вид этот рельс нужно использовать по которым считают все мосты и вот там что понимаете понятие балка которая работает на изгибе балка кладется на опоры и она должна держать нагрузку вот пойдем нагрузку балка сломалась потому что при изгибе возникает большое напряжение больше допустимых и она ломается к концу а теперь мы эту же балку с этого же материал такой же размеров взяли и предварительно напрягли натянули кстати причем не сильно натянули ничего не изменилось значит лишний материал отрезаем его пополам значит два раз дешевле столь а почему не ломаются напряжение меньше 100 я напряг а напряжение в работе стали меньше то что я концу стал работать по-другому значит 5 материал лишний еще отрезаем и так до тех пор пока не достигнет какой-то . придет это можно в 10 раз при этом пусть увеличится моя больше нагрузку не хочу больше она выдержит не под не пытайтесь повторить дома все проводили профессионалы ну вот несмотря думаю на тихий ролик тихий звук этого ролика понятно что если мы напрягаем непосредственно две стороны нашего рельса струны то соответственно прочность у него увеличивается и вот этот факт дает возможность нам построить как раз путевую структуру дело в том что путевая структура у нас как я уже говорил 2 уровня на столбах специальных опорах и вот я сейчас покажу как выглядят промежуточные опоры вот они между ними и между ними может быть от 1000 до 5000 метров между анкерными опорами так вот эти анкерные опоры всю основную нагрузку то есть растяжение происходит от одной опоры до другой и натяжение здесь составляет 500 600 тонн и разумеется вот это расстояние в 1500 или 5000 она определено только бобиной на которые будут намотаны эти струны ну или проволока диаметром 5 и 2 миллиметра вы можете заметить что здесь есть и промежуточные опоры вот они между ними может быть от 10 до 100 метров также и применяется и вантовые конструкции особенно в тех рельефа местности которые не дает возможность построить промежуточные опоры и естественно конструкции может быть разные и вы здесь видите одну вантовую систему или вторую то есть они также может быть до 5000 метров поэтому здесь нам самое важное нужно понять что эта дорога которая дает возможность быть на втором уровне на высоте 5 10 метров а иногда до 100 метров в зависимости от рельефа поэтому наша основная задача сейчас понять что да это принципиально может и можно построить потому что уже такие вантовые конструкции были построены мы знаем примеры вантовых мостов и у них пролет составляет до двух тысяч и двухсот тридцати метров насколько я знаю есть такие мосты вспомните golden gate сан-франциско мост или многие другие мосты то есть это с учетом того что наша конструкция намного легче вполне реализуемо это основная мысль нужно сегодня запомнить дальше что нас может интересовать это конечно же как выглядят сами анкерные опоры вот одна из анкерных опор которая находится непосредственно в путевой структуре я имею ввиду верхний слайд и конечная например разворотная станция вы видите соответственно сразу применяется и анкерные опора и в то же время это разворотная станция и здесь соответственно ее можно сказать как у нас в обиходе называют конечная станция если мы помним метро то метро заходит одним концом и соответственно она не разворачивается на 180 градусов а просто машинист пересаживается в конец поезда и двигается уже в противоположную сторону именно разворотная станция поэтому для нас просто важно понять что анкерная опора выполняет очень важную роль связанную с натяжением струны рельса и поэтому прочность всей конструкции увеличивается и надежность соответственно тоже дальше нам дружно нужно перейти к следующему к транспортному модулю то есть чем мы отличаемся от того же так сказать автомобиля или трамвая или с транспортное средство которое может быть и в индивидуальном пользовании ну и конечно же в первоначальном варианте она будет использоваться как общественный транспорт и поэтому здесь нет поворотных колес это собственно такого этого же нет и искать его в поезде как вы помните да то есть кто не забыл еще как путешествовать на на поезде то соответственно помнят что там тоже нет поворотных колес они двигаются по рельсу немножко другая конструкция и это даст возможность нам в конечном итоге добиться расчетной скорости которую 500 километров в час здесь также присутствует как вы видите вот стану листа ноль это корпус модуля это соответственно подвески колесо тормозная система система управления движением автономное электрообеспечение и так далее так далее но нас больше всего как пользователя интересует именно салон потому что мы с этим как пассажиры тем более что предполагается что все июни лет и и в конечном итоге юнибусы тоже будет управляться автоматической системой управления потому что на скоростях 500 километров в час никакой человек в принципе с реагировать не может на какую-то ситуацию поэтому все будет учитываться специальной компьютерным компьютерной системой которая будет выполнять роль автоматизированного управления и собственно все люди в салоне это просто будут пассажиры и дальше нам просто нужно представить себе сам образ этого юни лета вы видите здесь как раз юни лет на 8 пассажиров и одного машиниста который может длиться непосредственно по рельсам о которых мы сегодня уже услышали так вот здесь нужно сказать а в чем собственно преимущество что дает возможность достичь скорости там 500 километров и первое о чем нужно будет сказать это конечно же об аэродинамике вот аэродинамика она дает возможность знать что у нас cx это коэффициент аэродинамического сопротивления на нашем юни лете равняется я тут немножко буду писать 0 так не получилось вот получилось 0 запятая 0 сейчас секундочку не просто это дело 0 75 и вот тут bugatti veron который вы видите непосредственно у себя на экране в нижу у него собственно аэродинамика хуже чем у нашего юни лета потому что она звуть 0.5 то есть в пять раз уж и более того у нашего юни лета нет экранного эффекта потому что нет полотна дороги и это дает возможность нам экономить на топливе и очень существенно как минимум в 10 раз то есть представьте если вы берете бмв x5 у него соответственно двигатель 35 и у него бак 66 литров то есть представьте что вот этот юни лет который сейчас на ваших экранах он тратит и в 10 раз меньше топлива на 100 километров чем бмв x5 так вот это очень существенная разница и конечно же здесь очень важно понимать что это один из важных параметров потому что коэффициент аэродинамического сопротивления он работает на все движущиеся объекты и поэтому в свое время анатолий дуарович продувал моделей и юни летов и юнибусов непосредственно на мичной трубе вопрос а куда багаж класть хороший вопрос я так понимаю за задней стенкой этот вопрос вы понимаете что в зависимости от конструкции если это будет юни лет расследование то там будет предусмотрено и конечно же багажное отделение поэтому здесь проблем не будет возвращаясь к нашим к нашей аэродинамике естественно мощность двигателя у bugatti veron достаточно большая порядка 1400 лошадиных сил и он достигает скорости там порядка 450 километров в час но вы понимаете что это неэффективно использовать такое количество топлива просто для того чтобы одному человеку проехаться на машине в нашем случае это эффективный вид транспорт который дает возможность с помощью бензогенераторного двигателя или дизель генераторного двигателя благодаря новому ноу-хау придумал только даже имеется ввиду мотор колесо она даст возможность как раз развивать скорость до 500 километров в час естественно здесь вы видите модель вот этого юни лета и на наконец что в мод отличаться от реального мнения и это совершенно очевидно но нам важно понять принцип где у нас будут колеса где будут сидеть пассажиры как это будет управляться и соответственно понимать что да в принципе здесь нет с точки зрения обывателя конечно нет ничего сложного ничем особенным он не отличается от тех автомобилей или тех например вот мы знаем такую машину mercedes например да как также на рассчитан на 8 9 пассажиров то есть по сути виктория спрашивает а кто первый поедет я поеду первую если анатолий даже разрешит и наши коллеги тоже ждет не дождется когда он запустит так вот суть заключается в следующем 1 прекрасная аэродинамика и соответственно отсутствие экранного эффекта потому что нет полотна ну и конечно же это использование мо колеса но здесь это еще не все дело в том что мотор колесо вот здесь мы можем увидеть да вот здесь это конечно не эскиз и понятно что она немножко по-другому будет выглядеть но суть заключается в следующем мотор колесо металлическое это означает что у него минимальное пятно контакта и это означает что для того чтобы сдвинуть например одну 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 тысячу килограммов приложив всего лишь 10 килограмм силы и при этом у нас идеально ровный рельс о котором я уже говорил и это даст возможность как раз использовать при отличной аэродинамике отсутствие экранного эффекта очень быстро развивать скорость поэтому на нашем центре демонстрации сертификации skyway как раз будет дорога в 15 километров на которой анатолий дуарыч планирует разгоняться до скорости 5 километров в час что очень непросто вообще-то нужно как минимум 30 километров для того чтобы разогнаться 15 километров и для того чтобы затормозить но именно благодаря ноу-хау которые применять разрабатывать можно будет достичь на 15 километровом отрезке такой скорости теперь посмотрите на механизм колес вот он посмотрите сверху сбоку и снизу специальные колеса которые даже при использовании крана не дадут возможности оторвать наш юни лед от рельсовой структуры и это называется противовосходная система предварительный вариант был вот под нищем я вам показываю он находит в ризонтальной плоскости как раз и не дает возможности искать юни лету сойти с рельсов как обычно многие люди которые далеки от техники они очень беспокоятся что юни лет может слететь с рельсовой структуры так вот это не может произойти именно потому что все эти моменты были учтены при конструировании юни лета и не буса поэтому нам здесь беспокоиться за безопасность не нужно тем более что первое что поставил при разработке конструкторам это безопасно а второе комфортность вот эти два основных параметра они стоят в ряду всех тех параметров которые называется экономичность это экологичность и социальность вот в такой последователь безопасность комфортность экономичность экологичность социальность то есть все эти параметры будут учтены непосредственно при разработке и соответственно изгнение наших юнибусов и не летов и не каров чем они отличаются юникар это грузовой вид транспорта юнибус это городской пассажирский и не лет это как раз высокоскоростной вид транспорта если с колесами все понятно то нам нужно понять что данные конструкции она сделана исключительно для того чтобы повысить уровень безопасности в чем преимущество еще данного вид транспорта в том что он по второму уровню не пересекается с другими видами транспорта и все юни лет и которые двигаются по данной трассе двигаются в одну сторону то есть уменьшается возможность аварии и раз поэтому здесь конечно же учтены и ветровые нагрузки надежда и многое много чего еще другого но естественно нам как обывателям вот эти цифры может совершенно не актуально нужно прийти сесть в юни лет и доехать например из москвы до иркутска за девять часов ровно за то же время что летит самолет поэтому для нас самое важное это сколько будет стоить билет и сколько времени мы будем двигаться в транспорте ну а если мы еще боремся с экологию то естественно мы не полетим на самолете который выбрасывает в виде продуктов сгорания авиационный и конечно же мы выберем юни лет во первых это экономичнее во вторых скорость не ниже чем обычного самолета с учетом регистрации посадки там ожидания и так далее но комфорта больше потому что можем сидеть спокойно заниматься и так сказать работать в интернете отдыхать и так далее так далее поэтому для нас совершенно очевидно что любой вот наш юнибус который может двигаться или на рельсах или непосредственно в подвесном варианте здесь вы здесь представлен как раз вариант в городе тем более что наши юнибусы и вся инфраструктура skyway она не будет нарушать привычные городские улицы по одной простой причине что она как раз будет хорошо вписываться и находиться на расстоянии над дорогой высоте 5-10 метров здесь кстати представлен как раз узел сцепки например двумя юнибусами и соответственно мы понимаем что все разрабатывается вплоть до мельчайших деталей для того чтобы этот вид транспорта действительно получил самую высшую оценку по безопасности ну и конечно же эта скорость с которой можно передвигаться благодаря этому виду транспорта скорость родах и соответственно между городами то есть скорость непосредственно движение в городе это порядка 90 120 километров в час давайте сравним сравним и вот чем например сейчас общеизвестно что самая быстрая общественная вид транспорта это метро московское метро средняя скорость движения там это порядка 45 километров в час и если сравнивать железнодорожным транспортом то это буквально можно шокировать потому что средняя скорость железнодорожного транспорта это 9 километров в час поэтому не мудрено что многие наши грузы несмотря на то что мы быстро нашли какой-то товар быстро его оплатили а вот чтобы он доехал до нас необходимо две-три и там до месяцев пока доставит наш груз поэтому естественно этот вопрос всех интересует тем более если мы используем и не и не бусы и всю эту систему и внутри города то это дает возможность так сказать не стоять в пробках как общественному транспорту я имею как автобусы трамваи как троллейбусы а просто передвигаться и скорость 90 километров это можно сказать будет пасмическая скорость если учесть что в москве например средняя скорость движения по городу это 10 километров в час представляете приравнивано к железнодорожным транспортом поэтому естественно что мы хотим передвигаться быстрее тем более шаги из нас живут за городом и хотели бы приезжать на место работы если таковы имеется сегодня у нас непосредственно в комнате то естественно нам было стратить меньше времени на туда дорогу потому что единственный невосполнимый ресурс это как раз время и если мы его рационально используем то мы совершенно четко примем идею skyway и будем участниками этого проекта поэтому возвращаясь к юнибусом скажу что есть вариант навесного варианта как вы здесь видите или вариант подвесной да об этом его еще покажу здесь нужно сказать несколько слов о стоимости самих до самой дороги прежде всего у нас есть таблица сравнения на в левом нижнем углу экрана и здесь мы видим что если сравнивать транснет и принять его за единицу и нужно сказать что один километр путевой структуры стоит 2 миллиона долларов 2 миллиона долларов а железнодорожный автомобильный это в среднем 20-25 долларов за километр если это несложный рельеф дальше поездом подвесе да очень хорошо звучит но очень сложно применить его средства в наших географических широтах и соответственно очень сложно его построить потому что очень дорогой и средняя цена за километр достигает там 50 55 миллионов долларов это очень честно особенно если учесть наше расстояние там например четыре с половиной тысячи километров от москвы до иркутска и не здесь конечно нужно отдать должное разработчикам и а конкретно анатолий дарщинецкому когда еще в двух они построили в городе озера московской области свой испытательный стенд и зил 131 весом 12 тонн подтвердил расчеты и показал что да действительно такие дороги можно строить и что самое интересное что они будут экономически выгодны и пассажирам будет комфортно передвигаться на них естественно нужно все увидеть в реале поэтому для того чтобы заказчики приехали и так сказать заказали необходимо им показать потому что большая часть из нас всегда хочет сначала потрогать пощупать увидеть что да действительно это имеет место быть и тогда только мы покупаем или заказываем тот или иной товар поэтому вот старшее поколение ему очень сложно например заказывать через интернет потому что она не видела не трогала и что там пришлют неизвестно особенно когда заказываем какой-то зарубежной стране поэтому здесь нам важно понять следующее что этот вид транспорта и вполне имеет место быть расчеты как вы видите подтвердили так сказать испытания и конечно же тот центр демонстрации сертифик который сейчас находится у вас на экране мы совершенно четко можете понять что здесь будет устроена как раз три основные вида транспорта это грузовой вот здесь он будет это первый это грузовой дальше у нас будет городской пассажирский вот он это 2 и третий высокоскоростной вид транспорта то есть вот три ветки каждая из которых будет давать возможность нашим потенциальным заказчикам увидеть как это будет функционировать для тех кто занимается например добычей полезных ископаемых очень полезно будет посмотреть на грузовой вид транспорта для всех муниципалитетов городов которые задыхаются в пробках и от обилия машин конечно же будет вариант городского видов транспорта ну а в самом важном варианте по достижению например расстояния между городами то конечно же высокоскоростной пассажирский транспорт будет иметь очень высокую востребованность тем более что здесь мы экономим просто как я уже говорил в 10 раз топлива чем любой другой вид транспорта это серьезно будет экономить и средства и конечно же топлива потому что сейчас мы видим что происходит на рынке с нефтью несмотря на ее обилие искусственное обилие она сейчас скажу в каком в 2005 рынок нефти прошел пик потребления и это связано и с добычей нефти и это связано с такими факторами ну и конечно же это связано с загрязнением с загрязнением окружающей среды поэтому наша задача на экотехнопарке все это построить и показать нашим будущим заказчиком собственно чем мы занимаемся мы занимаемся тем что мы инвестируем свои деньги непосредственно в то чтобы построить экотехнопарк skyway для того чтобы потенциальные заказчики смогли сделать заказ и соответственно уже как инвесторы начали получать доход дальше вот нам нужно рассмотреть и следующий вариант как это будет выглядеть конечно потому что например как будет выглядеть станция здесь будет она выглядеть и так или как-то иначе это не суть принципиально нам важно понять что вот на переднем плане вот этой это и станция и соответственно анкерный опор а дальше уже идут г-образочные опоры или вот здесь одна опора стоит высотная вот она вот одна и вот вторая то есть две опоры которые дают возможность как раз преодолевать сложные рельефности и антон специально так сконструировал для того чтобы показать например таким заказчикам которые приедут например из колумбии или из боливии или из другу из перу до таких горных стран или там из грузии соответственно люди поймут что да можно построить такой вид транспорта и здесь можно еще использовать такое новое выражение которое услышал анатолий удовольствием это горизонтальный лифт который может 18 раз меньше использовать топлива даже чем наш юни лед и это очень важный аспект потому что с топливом как я говорил будут в ближайшее время очень серьезные вопросы и уже сейчас нужно смотреть на перспективу потому что двигаться то все равно нужно грузы все равно пассажиров надо тоже перемещать потому что мы люди непоседливы и нам хочется все время двигаться поэтому подвесной вариант юнибуса это будет уже выбирать конкретный например муниципалитет который непосредственно будет решать вопрос как лучше это проложить какую дорогу проложить непосредственно в их городе где мы живем там например вариант дороги в таллине и вариант дороги например в москве вариант дороги в санкт-петербурге я имею ввиду пулково поселок шушары и метро купчино или какой-либо другой вариант на самом деле здесь очень важно будет что наши вот добровольные помощники наши же инвесторы партнеры они по сути помогают донести информацию до до всех людей которые участвуют непосредственно или могут участвовать в проекте я имею ввиду до людей принимающих решения и конечно же вот надежда вижу очень подкованный человек она там спрашивает мальные уклоны и все это вот чисто техническая так сказать информация лучше обратиться к книжке 100 вопросов 100 ответов там это все описано просто сейчас в рамках вебинара мы ограничены во времени для того чтобы входить в такие детали подвесной вариант или навесной я уже говорил отнимать решение непосредственно муниципалитет то есть заказчик для каждого конкретного города потому что например в таллине да там может быть имеет смысл заказать подвесной вариант для того чтобы с высоты птичьего полета осмотреть город старинную его часть это было бы здорово и то же самое касается например санкт-петербурга но в новых мегаполисах там уже можно применять навесной вариант на опорах то есть здесь конечно же анатолий дуарыч старается предусмотреть различные варианты для того чтобы как можно большее количество заказчиков нашли вас возможным использовать этот вид транспорта в своих городах и снять проблему с транспортными пробками и загазованностью например один из пилотных вариантов города воронеж вы видите те кто знает воронеж и помнит где там находятся места это памятник славы и университету то есть между ними буквально пять с половиной километров которые дают возможность преодолевать его достаточно быстро иногда бывает очень смешно особенно в москве когда нужно проехать по одной ветке метро доехать до кольцевой для того чтобы пересесть на другую ветку метро а если на этой ветке просто пересечь например разделяющую их железнодорожное полотно то соответственно там будет всего лишь пять минут езды такое бывает потому что многие наши районы московские они разделены именно железной дорогой через которую это причине очень сложно построить мост или построить например туннель под этим железнодорожными путями поэтому приходится объезжать просто километры и километры елена пишет что в таллине короткое стояние между остановками там разные есть остановки я был в таллине очень красивый симпатичный город но можно же и выход за пределы города да там где например отель ору находится и соответственно это можно преодолевать за меньшее время чем двигается автобус я лично прошел от железнодорожного вокзала до вот этой гостиницы мне было интересно посмотреть вот это само расстояние естественно это была и прогулка и путешествование и ознакомление заодно с городом поэтому и возвращаясь к воронежу можно сказать что вот такая трасса она даст возможность очень быстро соединить вот эти точки которые вы здесь видите я имею ввиду станции автовокзал и там и так далее вот то есть здесь на самом деле это я предполагаю что будут строиться достаточно большое количество таких трасс и они серьезно снимут напряжение в городах и улучшить возможности перемещения в нашем варианте мы рассматриваем не только пассажирский городской транспорт ну и конечно же это высокоскоростной межгородской транспорт и здесь опять же вот особенно для новичков кто сегодня первый раз а нас порядка 25 человек кто сегодня первый раз пришел нужно опять напомнить несколько вещей первое у нас идеально ровный рельс это у нас первое дальше 2 у нас идеально круглые мотор-колесо которая металлическая дальше у нас прекрасный cx то есть коэффициент аэродинамические явления 0,075 4 у нас отсутствует экранный эффект экранный эффект отсутствует и это дает возможность меньше тратить энергии и пятое то что мы находимся на высоте буквально 5 10 это дает возможность двигаться с очень высокими скоростями и при этом не нужно строить так сказать полотно дороги как это необходимо делать на в автомобильном транспорте или непосредственно дорожном транспорте тем более что это насыпь выполняет роль низко напорной плотины и по сути она мешает перемещению подпочвенных вод и создает соответствующие проблемы с одной стороны высыхает а с другой происходит заболоченность и те кто ездил например на поезде часто отмечали это и когда в виде смотрели в окно поэтому наша задача здесь совершенно четко понимать в чем основные отличия этого вида транспорта от того что уже существует и здесь нужно сказать шестое и сищество мало того что мы решаем транспорт дачу с помощью инфраструктуры которая будет построена транснетом но здесь же в рамках самого же самой путевой структуры можно проложить электрический кабель то есть передавать электричество на расстояние куда приходит юнилеты это у нас шестое преимущество и седьмое преимущество это возможность в этой же технологической проложить оптоволокно которое даст возможность непосредственно передавать информационный сигнал то есть дает возможность нам использовать интернет и в тех местах пока он недоступен потому что выкапывать канаву для того чтобы проложить оптоволокно это достаточно существенные заболе что если в каком-то населенном полке мало жителей то провайдеры которые как правило право прокладывают оптоволокно считают это нерентабельным и используют такие вещи как сейчас используют мегафон или билайн или мтс имеется ввиду сотовые вышки и передают сигнал по сотовым каналам на самом деле это не безобидная вещь она влияет на многих так сказать представителей животного мира имеется ввиду там на пчел например то есть там где активно развивают связь и эта проблема уже известна в америке то это все приводит тому что пчелы погибают и именно потому что они теряют ориентацию из-за высокочастотных импульсов которые дает соответственно нужно думать обо всем и в данном случае если мы используем оптоволокно то это как минимум нам дает возможность позаботиться о наших братьях меньших пчелах ну и не только дальше нужно сказать например о длительных расстояниях на которых будет двигаться наши унилеты вот здесь например расстояние между казани и набережными челнами эта протяженность 230 километров и здесь что очень важно то очень быстро можно достигать этого расстоя это расстояние проезжать всего лишь по расчетным данным даже не достигая скорости 500 километров расчетная скорость движения 360 это 45 минут пути это то же самое как в москве проехать от от одной конечной станции метро до следующей конечной станции точно такое же время представляете а это расстояние между двумя городами что это означает это означает интенсивность перемещения людей это дает возможность людям получить новые места работы ну и соответственно попутешествовать поехать в другой город там если попасть нужно в какие-то культурные заведения поэтому все это будет играть очень существенную роль тем более что этот вид транспорта будет намного экономичнее для нас с вами как пользователей потому что в данном случае мы берем за пример да тут 230 километров а между например москву и санкт-петербургом 500 километров если мы садимся на сапсан значит нам нужно выложить минимум четыре с половиной тысячи рублей что очень существенно хотя в случае skyway здесь можно было проехать это расстояние со скоростью там 500 километров за час двадцать и заплатить всего лишь 500 рублей потому что опять же как я говорил экономически очень выгодный вид транспорта дальше нужно сказать следующим что очень важно для нас это то что нам необходимо целая сеть дорог и по по сути потому что мы отстаем по сетевому охвату именно дорожным движением отличаемся от любых стран европы и тем более от америки в которой площадь территории в два раза меньше а дорог больше чем у нас в 10 раз у них 6 миллионов километров а у нас 600 тысяч километров то есть нам есть куда расти и это естественно даст возможность просто максимального охвата именно тех территорий ну например если связывать это с месторождениями полезных ископаемых даст возможность развернуть добычу полезных ископаемых в тех районах которые раньше были недоступны или соединить те города как нюрингри или якутск или еще северные города с центрами которые находятся на 56 параллели я имею ввиду омск томск и иркутск читат там хабаровск и так далее так далее то есть вот эти меридиональные и параллельные наши дороги могут связать очень плотную сетку по которым могут двигаться грузы я же говорил что транссип средняя скорость 9 километров в час это собственно никуда не годится почему потому что по одной и той же дороге двигаются и военные составы и пассажирские составы и грузовые и электрички и разумеется сложная в плане управления этим транспортом система именно поэтому иногда в ней бывают сбои или как обычно говорят человек фактор но нас интересует следующее что любая такая дорога я имею ввиду skyway она является градообразующим фактором и это дает возможность развивать наши северные территории и очень эффективно потому что там где транс и и есть большая транспортная доступность то тогда люди уже едут и осваивают те незаселенные территории которых сейчас достаточно много за байкалом и за уралом тоже и один большой город от санкт-петербурга до владивостока 8650 километров даст возможность просто расселить все мегаполисы совершенно что называется знаете как на хлебушке ровным слоем маслица размазать и все кто хотел бы получить гектар земли имеет возможность сейчас оставить заявку на нашем сайте skyway инвест групп ну и конечно же даже закона который мы надеемся будет принят в октябре о выделении одного гектара земли то соответственно мы сможем совершенно четко и определенно понять что там где мы захотим жить это можно будет сделать и на этом в приморском крае или например в хабаровске или например в каком-то другом северном районе или например в крыму да когда мы сделаем что называется кольцевую дорогу по побережью крыма то соответственно там тоже можно расселить достаточно большое количество людей и это даст очень серьезные дивиденды и в экономику крыма ну и соответственно тем людям которые будут развивать этот вид транспорта на тех территориях где они проживают то есть по сути если мы понимаем что транспорт несет за собой то стоимость самой дороги это будет всего лишь что потом будет проинвестировано рядом с дорогой я имею ввиду дома поселения административные центры соответственно магазин производства и так далее так далее то есть все это будет привязано вот этой транспортной доступности дальше конечно же когда люди приходят на наши вебинары особенно технические вебинары не спрашивают а что уже сделано что было сделано за эти полтора года так вот у нас общий план рассчитан на 15 этапов и мы можно сказать двигаемся по нему достаточно равномерно здесь вы видите нулевой первый второй третий четвертый буквально на 5 мы пришли перешли совсем недавно и это дает нам основания даже учитывая венчурный проект потому что skyway это венчурный проект высокорисковый но с каждым новым этапом уровень риска уменьшается и тем более что такие положительные новости которые приходят из минска непосредственно с площадки к тех на парка что началось уже строительство что уже устанавливается забор что непосредственно роется котлован для герной опоры и там где будет заложен нулевой километр собственно куда мы собираемся поехать в октябре для того чтобы поучаствовать в этом событии то нам совершенно очевидно особенно тем кто пришел еще в марте прошлого года в апреле прошлого года в июне что да движение есть и мы видим как это все развивается прямо на наших глазах и если раньше мы считали 36 месяцев до начала эксплуатации или для до начала сертификации и имеется ввиду постройки этих видов транспорта то сейчас мы понимаем что механизм запущен и самое главное здесь это ритмичная поставка денег для того чтобы строительство не останавливалась ни на один день поэтому мы собственно так активно поэтому мы так активно включились в работу и ведем можно сказать просветительскую деятельность рассказывая об этом проекте и как анатолий удара сказал что уже сейчас 150 тысяч человек участвует в проекте и это не может не радовать потому что это говорит о том что люди действительно понимают что им это нужно и они просто хотят поддержать главного конструктора и изобретателя всего этого анатолия дальше и низкого его кб его инженеров как и сейчас готовят необходимую документацию для того чтобы это все произошло поэтому опять же если на первоначальном это мы говорили что нужно как минимум миллион акционеров 300 миллионов фунтов то сейчас благодаря вот тем ноу-хау который применяет анатолий удара он старается как можно меньше денег использовать для того чтобы построить но понятно что сколько стоит бетон сколько стоит металла стоит рабочая техника для того чтобы она могла искать и рыть тот же самый котлован под анкерную опору то нужно же понимать что на это все нужны деньги и мы с вами как инвесторы даже если мы свои 10 долларов вложим что в пересчете там получается где-то ну если точно сказать сейчас там порядка 6 650 рублей да то это наш вклад здесь не важно как вы вносите важно что вы знаете о проекте и даже вот той минимальной суммой которую вы поможете строительству вы можете дать возможность нашим детям и внукам войти в шестой технологический уклад и уменьшить которые сейчас стоят перед нами в транспорте и это будет наш общий вклад в это дело потому что мы всегда говорим те кто при к нам приходят на вебинары в конечном итоге становятся нашими последователями и участниками этого проекта поэтому здесь самая простая вещь это прийти зарегистрироваться тем более что регистрация бесплатно получить 50 акций в подарок если вы прошли верификацию и дальше набираться в том объеме которые вам необходимы потому что естественно очень высокий образовательный ценз и многим людям не даст на прослушать один вебинар на котором вы сегодня присутствуете для того чтобы принять решение им нужно погрузиться в тему и для этого есть и сайт юницкий точка ком где выложена тонны просто информации по всему направлению ну и конечно же это хорошая монография которая была написана еще в 2013 году я имею ввиду 100 вопросов 100 ответов она даст как минимум на большую часть вопросов которые задавали технические грамотные специалисты потому что за 37 лет анатолий дурачу столько вопросов подозвали что решил их сгруппировать прямо монографию и ответить по прямо таку на каждый из этих вопросов поэтому наша задача очень простая рассказать об этом виде транспорта поделиться просто или пригласить на вебинар зарегистрировать человека на нашем сайте skyway инвест групп точка ком и дальше уже помочь ему просто освоиться с тем обилием информации которая касается skyway и естественно что в этом случае мы принимаем всевозможные меры для того чтобы как можно больше человек поучаствовал в этом проект и сейчас у нас есть такая возможность вот первые четыре обучающих инвестиционных пакета потому что мы реально реализуем обучающие инвестиционные пакеты связанные с инвестированием для того чтобы научить людей как правильно инвестировать и конечно же мы сразу же сходу бесплатно даем 8 уроков частного инвестора для того чтобы люди понимали когда сколько и куда можно инвестировать как это сделать и здесь конечно если этого квапа ритмичности если люди хотя бы ежемесячно будут инвестировать по 10 долларов то у анатолий дарыча будет не будет голова болеть как выплачивать зарплату инженером которые сейчас разрабатывают этот вид транспорта поэтому здесь уже естественно каждый мерит своим кошельком и это очевидно и правильно потому что у каждого из нас свой доход и здесь мы меряем так сказать всегда говорим когда говорим о частных инвесторах инвестор предлагаем инвестировать там 5 10 15 20 процентов от семейного бюджета но какую цифру инвестирует разумеется решаете вы если так сказать наши вебинары достигли цели если вы поняли для чего нужна эта дорога если вы понимаете что она будет более безопасно будет экономично будет так сказать социально ну и конечно же экологично то тогда естественно совершенно нормально принять участие в этом проекте и сейчас вот если люди например пришедшие в августе и сегодня у нас 31 число как минимум до 20 24 часов у нас еще есть время проинвести хотя бы маленькую толику то и вы инвестируете ежемесячно например август тябрь октябрь то 1 ноября вы получаете по сути удвоение тех акций которые вы сейчас приобретаете но вы-то приобретаете обучающие инвестиционные пакеты а в подарок вы получите акции которые сейчас стоят в личном кабинете поэтому естественно есть возможность подумать и соответственно принять решение следующее у нас что называется большой праздник и многих вас уже наверняка готовится или внуков или детей завтра отвезти в школу завтра 1 сентября и именно благодаря этому празднику руководство решило провести такой счастливые инвестиционные дни это 1 2 3 сентября и выделила обучающий инвестиционный пакет 6 7 и 8 для того чтобы люди могли поучаствовать в этом процессе я имею ввиду в процессе инвестирования и внести свою лепту в реализацию этого проекта поэтому три учащих инвестиционных пакета на 350 500 и на 1000 долларов которые дают возможность вам получить большее количество акций в подарок и в конечном итоге поблагодарить себя через год-два-три за то что вы сделали такой важный и очень нужный шаг для развития нового технологического уклада поэтому милости просим нашу команду я сейчас обращаюсь ко всем кто пришел сегодня первый раз и конечно подумать о том чтобы присоединиться к нашей дружной семье акционеров skyway здесь вы видите людей которые прислали свои фотографии еще в октябре прошлого года и вот такое панно сейчас висит непосредственно в кабинете анатолия дарда и он понимает и инженеры понимают которые работают вместе с ним для кого они работают для нас с вами потому что они хотят реализовать эту красивую и очень качественную идею поэтому сейчас я буду читать чат чтобы ответить на те вопросы которые вы задаете вот марина пишет так опору можно поднять до 100 метров до марина можно поднять это зависит от рельефа местности потому что это связано с определенными сложностями я имею ввиду установка опоры и конечно же есть масса вариантов как это сделано в различных частях мира то есть 100 метровые опоры это уже не новость а отработанная технология поэтому все совершенно четко дальше значит так виталий пишет что он будет безумно счастлив когда запустится первый аналогично я присоединяюсь к этому ольга пишет в пробках замучились все совершенно точно особенно те кто живет в больших городах или даже вот я был санкт-петербурге в пушкина там есть такой участок как раз от пушкина до санкт-петербурга где просто пересекает дорогу 2 железнодорожных полотна и там все время пробка представляете расстояние 10 километров а ты стоишь полтора по полтора часа на переезде но просто ехать дальше некуда дальше так сейчас вот так вот прошит эмблему нулевого километра утвердили да утвердили и уже ее начали изготавливать потому что в октябре будет специальное сбытие по ее укладке поэтому все кто желает может в конечном итоге тоже поехать поучаствовать в этом мероприятии но нужно помнить что для этого нужно купить билет на поезд как минимум и соответственно поучаствовать в этом мероприятии и увидеть как будет выглядеть наш нулевой километр и анкерный опор так до сочи надо из туапсе до сочи надо обязательно построить дорогу построим не волнуйтесь может ли беларусь уже приобретать акции было закрыто купить только инвесторы технопарк значит насколько мне известно там беларуси есть определенные вопросы лучше задать вопрос техподдержку я честно говоря не у меня не я не сталкивался с этим те кого я знаю смогли это сделать вот татьяна пишет мне 66 и мы с мужем skyway уверены что мы тоже в нем покатаемся нашей матушке земли совершенно верно 66 это не возраст надо планировать как минимум до 144 дожить вся москва перерыта москва сплошная стройка зная наш проект я его вместо того что видишь как сейчас совершенно верно такое понимание час да вот но я так понимаю что многие активно эмоционируют по поводу того где живут как живут и это это понятно и здесь я полностью присоединяюсь к вам потому что каждый день перемещаясь по москве и вижу то что там происходит что сейчас происходит цен правительство москвы приняло решение значит сделать больше пешеходных зон уменьшаются автомобильные проезды все укладывается плиткой и поэтому сейчас по не десятку наверно улиц очень сложно проехать особенно в центре так акции куплены счастливые дни сентября также будут участвовать в акции удвоившись но там уже будет увеличение давайте вернемся я вам покажу просто вот здесь уже есть увеличение посмотрите будут участвовать вот в эти пакеты 678 1 2 3 4 будет участвовать на тех живых которые я ранее сказал то есть имеется в виду если вы используете а и по 1 2 3 4 то они действительно 1 ноября тоже удвоятся так что здесь все нормально мы хотим проверить работать ли он людмила только для вас даю промо код чтобы вы могли уже проверить значит это промо код который необходим если вы сейчас будете приобретать один из общих инвестиционных пакетов и разумеется я его проверил уже он работает обязательно только не за что вам нужно что вам нужно непосредственно провести применить нажать кнопку применить поэтому тогда он будет и самое главное это откопировать его без лишних пробелов чтобы он прошел вот олег спрашивает хабаровской рай имеются ли уже какие-то договоренности с властями амурской поводу по поводу гектаров значит олег пока нет никаких договоренностей потому что мы ждем закон который должен быть принят в октябре после этого мы начнем работать с администрациями уже от потребительского общества евразия и это даст возможность нам взять достаточно большую полосу земли потому что мы хотим одновременно и поселение построить и конечно же дорогу поставить как минимум 100 километров поэтому у нас планы спит не изменились мы двигаемся в этом направлении вот виталий из новороссийского как будут устанавливать опоры в пустыне и непроходимых болотов как там техника пройдет но я думаю что опыт который есть уже мостостроителей мы просто будем его использовать и я думаю что в пустыне это будет или болото это не принципиально потому что был вопрос о глубине так сказать установки опор я могу сказать что до 60 метров эти опоры устанавливаются я имею ввиду сваи забиваются и и это даст возможность пройти и вечную мерзлоту и болото и все остальное тем более что основой нашей дороги опять же напомню являются анкерные опоры а все остальные являются промежуточными и эти промежуточные опоры они просто поддерживают непосредственно непосредственно в устанавливаются независимо от плавающих грунтов или соответственно от вечной мерзлоты или от болот но тут у нас дискунсия определенная по поводу ура я вкладываюсь лохотрон конд вам не нужно куда вкладываться пожалуйста не не тратьте время ни свое ни других людей поэтому если у вас отношение к этому как лохотрону пожалуйста отойдите в сторону и посмотрите пока он будет сделан потом можем поговорить еще раз дело в том что у нас как правило все люди которые заходят на чат они заходят под своими именами они под никами поэтому пожалуйста вы можете принимать любое решение и это ваше право так вот если говорить об администрации городов и в частности краснодар в курсе проекта поддержка с их стороны будет хотелось бы верить дело в том что вы понимаете что независимо от того решаем ли мы вопрос администрации или к нам приходят адресные заказчики они должны видеть дело в том что скажем так трамвайный транспорт который уже известен больше 100 лет 120 лет или там какой-либо другой вид транспорта то соответственно люди уже знают как он функционирует на каких принципах он построен и им совершенно понятно что это может быть изготовлено в нашем случае конечно же нужно показать и именно для этого мы делаем экотехнопарк именно для этого мы делаем три вида дорог грузовой пассажирский городской и высокоскоростной того чтобы потенциальные заказчики могли прийти потрогать проехать и соответственно заказать поэтому вот так вот и любовь янсо писала код работает купила отлично ну что ж поздравляю друзьями это очень хорошо и для многих кто понимает о чем идет речь за исключением конда то эти люди могут купить то количество обзорных пакетов и соответственно получить в подарок необходимое количество акций виктория если будет большой шум сми то и администрации начнут чесаться в нужных местах но здесь вы же пишите что сми это обоюд острое такое оружие и часто они не въезжая в тему что-то там пишут что называется поковыряв в носу нужно чтобы они стали нашими сторонниками чтобы они съездили непосредственно экотехнопарк на площадку посмотрели что это строится вникли непосредственно в сам проект как отличается с юникар от юнибуса или от юни лёта и тогда они могут грамотно написать то что иногда в сми конечно же говорит о том что люди не не поняли тему так дальше значит я я поздравляю всех к тому удалось приобрести я между марину и всех кто проверил промокод это очень хорошо наталья пишет когда будет вот пока карте кто может помочь привести в кабинет ну вот наши коллеги могут вы просто с ними свяжитесь они вам помогут так раиса тоже купила все работает у меня не проходит код пишет что ошибка на сервере что делать наталья бостон скопировать промокод вы чата и вставить его елена не понимаю как купить пакет елена обратитесь к человеку который вас пригласил на наш вебинар он вам поможет через skype в откроете экрана но подскажет как это сделать так сейчас секунду здесь еще вопросы начали быстро перемещаться так планирует ли skype презентовать что-либо сейчас секунду салоне экспо что за экспо 15-20 червеньки не знаю надо посмотреть два года на следующий год когда созданы рельсы и небос или на международном салоне рельсового транспорта инно транс в берлине алекс было бы здорово если вы мне массу сбросили на мой skype я тогда посмотрю и предложу это сделать я вот сейчас вам скину просто свой skype дзин да вы пожалуйста просто мне напишите я проверю эту информацию и соответственно можем дальше поговорить дальше 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 ирина спрашивает когда по плану будет построен забор ну надо узнать я честно говоря не спрашивал мы были непосредственно участке когда закладывали ставили первую опору для забора я думаю что концу сентября его должны закончить потому что там все механизмы есть и проект уже есть поэтому забор это первое дело на санкт-петербурге поэтому думаю что к октябре он уже будет готов так у павла получилось отлично рад за тебя так где получить информацию проекте как делают в санкт-петербурге значит самый лучший способ это прийти на вебинар который читает маргарита медовецкая она сейчас вместе с андреем никитиным у них есть офис в санкт-петербурге по моему невский проспект 102 и там они как раз дают информацию по проекту или прийти на вебинар только наверное таким способом пока так дальше так я скопировал и вставил пишет наталья скопировали вставил полудель нет значит степан так это понятно к денег по минимуму хватит на строительство технопарка по расчетам необходимым минимум 180 миллионов долларов на него так что вот эти деньги необходимы так дальше так как так воскресенье это не ко мне не в мою тему что называется покупки надо роберт сейчас даю промо-код для покупки билета тем более что сегодня последний день когда можно купить в его без условий так следует у нас промо-код для покупки билетов на международный юбилейный в москве который будет проходить на новом арбате 36 в большом конференц-зале правительства москвы поэтому всех вас приглашаем на это мероприятие так ирина спрашиваешь когда информация по челябинскому проекту когда будет понятно так и когда будет готова документация ну и тогда сразу сообщим и проведем дополнительные вебинары чтобы рассказать об этом так очень хорошо вот дмитрий как раз помогает уже скинул промо-код непосредственно на международный юбилейный форум отлично так ну что ж друзья мои я вижу что большую часть мы вот наталья спрашивает код завтра действительным нет наташ он завтра не действительным потому что завтра будет другой код уже с первого сентября так что нужно будет прийти на другой вебинар и там будет значит наталья бостона здесь пожалуйста к коллегам которые живут в англии или к арманду мурнеексу но он вам подскажет как это сделать потому что я отсюда вряд ли вам смогу помочь то что вы видели люди наши коллеги пишут что промо код проходит это означает что нужно обратиться к человеку который вас вам помог зарегистрироваться чтобы он вам подсказал как и что нужно сделать чтобы все прошло так виталий новый личный кабинет будет через неделю готов надеюсь надеюсь так же как и ты виталий надеюсь алекс я скайпом не пользуюсь могу дать ссылки of of сайтов а все понял сейчас я скопирует я сайтом не пользуюсь хорошо скайпом так я скопировал сейчас я брошу себе тут поближе чтобы найти потом так хорошо продлили так я надеюсь вы промо код записали и еще я хочу вам секундочку так один момент я просто тут занесу эту информацию мне нужно еще сообщить вам кое-что о наших новостях этих новостей у нас несколько первая новость это конечно же у нас международный юбилейный форум и да еще конечно же о книге так вот у вас есть возможность приобрести вот такую книгу сейчас вот так вот я покажу называется на юницкие небесные дороги вы видите сейчас я видите вместе со мной на изображении и здесь вы можете заказать московском представительстве если вы покупаете одну книгу то это 500 рублей если 3 это 400 рублей если 5 никто это 100 рублей и это означает что вы можете как минимум собраться в несколько человек и сделать заказ для того чтобы получить эту книгу и соответственно понимать на каких основах развивается проект что является основным толчком и каким образом люди которые его делают так сказать собирается это реализовать виктория 300 за каждую разумеется 300 за каждую это очевидно пять книг по цене 300 рублей или три книги по 400 рублей или пять или одна книга за 500 рублей вот то есть вы можете собраться коллективом и заказать мы вам соответственно вышлем вот на арина пишет книга очень интересная согласен потому что я читал первое издание второе и третье издание и конечно же не могу не сказать про юбилейный международный форум 23 25 промокод которого вы только что записали потому что я считаю что на этом событии просто быть для того чтобы увидеть всех тех людей которые участвуют в этом проекте и активно участвуют тем более побывать на конференции техно транспорт 2015 настоящее и будущее поэтому естественно мы услышим анатолий удовольствия ницкого который будет как раз рассказывать именно техническую составляющую этого проекта и вообще идеологию скажем так этого проекта и тех результатов которые удалось добиться за эти полтора года я думаю конференция будет интересная и ответственно желаю вам всем на ней побывать вот наталья спасибо моему наставнику маргарите за оперативность здорово так это не ко мне так вот вот в этом здании это бывшее здание сф а рядом с ним увидите такое круглый круглые здания это как раз большой значит бкз большой конференц-зал в котором собственно и будет проходить наше событие и здесь нужно помнить что все наши участники будут расселяться в измайлово вега это метро партизанская комплекс гостиничный комплекс измайлова корпус вега метро партизанская 17 минут езды на метро по голубой ветке до смоленской и 10 минут пешком и соответственно так сказать мы сможем получить результат в плане участия Олег Израиль неверный промокод Олег какой неверный многие уже его опробовали сказали что верный если речь идет о покупке билетов а второй наверное вы уже опоздали пишите ну может быть не знаю друзья мои не волнуйтесь это завтра у нас а да сегодня заканчивается да с первого сентября так сказать получить возможность купить билеты могут только те кто проинвестировал 300 долларов так что имейте в виду номер в гостинице куда вставить код значит код там будет skyway без пробелов большими буквами skyway и вот как забронировать нужно зайти на сайт значит измайлова вега там есть бронь и соответственно там окошечко промокода вот таким образом да совершенно верно дмитрий вот спасибо тебе за помощь ты сразу же тут написал отлично ольга жданова первый код тоже не прошел значит что-то неправильно сделали попробуйте еще раз аккуратно скопируйте ольга говорит купил но один процент не получен но не знаю я вот делал у меня все получилось двух сторон при копировании когда свободное место так татьяна набирайте код вручную светлана прошел и все получено отлично ну что ж это хорошо это хорошо я помню что у вас есть возможность идти московский офис skyway инвестгрупп это и по евразия это метро академическая улица профсоюзная дом 3 офис 729 для наших коллег из территории россии 8905 898 4333 для тех кто живет в москве московской области лучше звонить по телефону который выделен красным цветом 8 925 934 83 83 80 сделать print screen чтобы он у вас всегда был и соответственно обратиться потом в московский офис для того чтобы или купить билеты или для того чтобы купить книги да или для того чтобы просто пообщаться и прийти на презентацию как минимум как минимум ну и напомню что у нас следующие семейные встречи будут 13 сентября 5 я буду в кишиневе поэтому 6 числа у нас семейных встреч не будет и соответственно ждем вас на наших семейных встречах 13 сентября надеюсь что так же будет интересно как и в это воскресенье материал готовим тем более тут уже подбросили новый так что я думаю что будет интересно обращать в онлайн помощь в личном кабинете да совершенно верно ну что ж друзья большое спасибо за ваше участие в нашем вебинаре надеюсь он для вас прошел положительно и с интересом и мне бы хотелось услышать мнение кричков которые надеюсь еще остались у нас в зале поставьте пожалуйста от 1 до 10 насколько вам полезна была сегодняшняя наша встреча и то та информация которую вы получили потому что для меня это очень важно в том плане что пределов так сказать совершенствования нет вот максим написал 5 максим напиши пожалуйста чего не хватило с твоей точки зрения и вот иван тоже 9 написал напишите просто в чат здесь чего не хватило для того чтобы можно было понять может что-то упущено вот жанна говорит 9 так вот уже нас иван и жанна по 9 поставили так хорошо напишите чего не хватило с вашей точки зрения так 9 10 виталия беларусь 9 татьяна говорит александр кот в веге не срабатывает очень интересно завтра буду уточнять что это такое почему он не срабатывает лариса артамонова проверяла несколько раз сказал что все работает поэтому и я уточню у нее так валерий глина 10 так глина я опоздала глина самое главное это получить промо-коды и оплатить один из обучающих инвестиционных пакетов так ну что ж друзья мои спасибо за вашу реакцию она для меня очень важна и как всегда в завершении давайте я еще раз поставлю промо-коды кого это будет интересовать да а вот иван ответил александр кое-что я уже слышал что-то услышал новое сам лектор хорошо рассказывает еще промо-код прошел ну отлично так то есть поэтому 9 ведь я правильно понял иван я понял хорошо друзья мои да спасибо 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 даниил я я прочитал так украина спасибо вера спасибо ну что ж друзья давайте как всегда у нас есть в традиции две вещи после технических губинаров первое это просмотр ролика который называется концепция для наших новичков ну и конечно завершающая музыка пауза выполняем первое и сестры с с с с с с с с с Субтитры сделал DimaTorzok